Эти добрые люди Еще Геродот отмечал, что они наводили ужас на своих соседей своим буйством и излишеством. Не просто собирая дань, но и грабя все, что попадалось под руку. К 4 веку до н.э. они создали мощнейшее государство со столицей под названием Неаполь. Время скифов. У меня сегодня в гостях историки Лариса Селиванова и Андрей Стрелков. Здравствуйте. Лариса Селиванова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова. Научный сотрудник Центра античной истории Института всеобщей истории Российской академии наук. Ответственный секретарь Российской ассоциации антиковедов. Автор публикаций по истории и культуре Древней Греции и книги «Сравнительная мифология. Мифы о возрождении в Древнем мире». Андрей Стрелков. Впускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Доцент кафедры истории Древнего мира ИСТФАКа МГУ. Автор статей по античной нумизматике и греческой эпиграфии. Кандидат исторических наук. СКИФИО 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 можно представить в виде квадрата со стороной 40 тысяч стадий. И проживают там разные народы. Как СКИФИ и близкие им племена. Агафирсы, Геллоны, Будины. Так и не-скифские племена. То есть Альзоны, Калипиды, Борисфениты. То есть греки, которые там поселились. Уже совсем дикие там тавры. Мы о них говорили. Меланхлены, то есть черно-одежные невры. И вот единственный народ, который поедал людей, это андрофаги, людоеды. Действительно поедали или Геродот сочинял? То, что многим СКИФИО приписывали, на самом деле относилось к андрофагам. Да, вот действительно. Тавры убивали своих пленников, а эти вот, видимо, ритуально таким образом причащались. Да, но может быть это не было таким массовым явлением. Но, вот правильно Лария сказала, это могло быть как актом ритуального действия. Ну, прежде чем мы до этого дойдем, наверное, надо несколько разрушить иллюзорные представления людей о том, что СКИФИ жили только компактно на берегу Черного моря и больше нигде. Ведь география их распространения была значительно шире. Представление Геродота – это вот как раз вот этот вот квадрат. То есть с запада – это Истр, Дунай, с востока – это Таноис, Дон, Меотида, и юг – это вот Крым и Причерноморье. Ну, это просто те территории, где греки соприкасались. Да, это те самые территории, которые застали греки. Причем вот несколько раз ученые пытались наложить современную географическую карту и даже карту археологических культур на вот эти данные Геродота. Оказалось, это очень трудно. Дело в том, что, во-первых, Геродот использовал в качестве свой мер с одной стороны меры длины, а с другой стороны меры времени. То есть он измерял это все в стадиях. Вот, ну, во-первых, какими стадиями он пользовался? Потому что были стадии отеческие, были и олимпийские, и олимпийские, и дельфийские. Ну, для примера... Тут опять же надо пояснить, что такое стадия. Стадии. Вот. Если это отеческие стадии, то есть та мера длины, которую использовали афиняне, 177 метров. Если это олимпийские, 192. Если ионийские, 210. Вот получается погрешность, хотя это, конечно, не погрешность, она велика, а на протяжении очень многих километров там здорово набегает. Во-вторых, он измерял все в днях пути. Ну, современные ученые рассчитали, что это приблизительно 30 километров в день. Но день пути для воина один, для купца с поклажей и с товарами другой, для путешественника, который идет налегке, третий. Кроме того, характер местности, леса, бездорожье, овраги, болото. Тоже надо как-то... Конечно, надо это все учитывать. Точно таким же образом Геродот измерял реки и моря. И когда стали переводить на километры, скажем, когда он измерял Черное море, ученые просто схватились за голову. Просто громадная территория оказалась. Чего не может быть. Так опять начали обвинять Геродота в том, что он сочиняет сказки. Просто надо понять, как он считал. Дело в том, что, как известно, у греков было каботажное судоходство. Поэтому вот сюда шли, ну, в общем, параллельно все вот мельчайшие рельефы береговой линии, все бухточки, где они там могли сколько-то времени стоять. То есть это реальное время, а не расстояние от одной точки до другой. И то же самое с реками. То есть вот эта вот сложность. Потом, когда он перечисляет племена, которые там жили, он их привязывает к рекам. В общем, это, конечно, понятно, потому что пока сетки не было, и в средние века вот вместо сетки использовались реки. Вообще первая вот такая вот сетка появляется где-то в IV веке до н.э. Это Ротосфен вводит. Но там четко плоскостное такое, плоскостное изображение параллели меридианы вот строго под углом 90 градусов. Только уже в III веке до н.э. Гепарх Никейский учитывал кривизну вот эту, потому что земля шарообразная. А до этого времени действительно привязывали к рекам. Так вот, Геродот, описывая Скифию, перечисляет 18 больших и малых рек. И только некоторые можно совершенно точно отождествить с современными. Ну, Истр – это Дон, Борисфен – это Днепр, Тирос – это Днестр, Тано из Дунай, там Гепанис – это Южный Бук. А остальные спорно. И кроме того, за эти два с половиной тысячелетия изменилась гидрография. Некоторые реки просто исчезли. И восстановить их по высохшим руслам и балкам просто невозможно. Поэтому на сегодняшний день существует, по крайней мере, шесть карт. И все они друг от друга отличаются. Более того, у одного и того же скифолога в течение его жизни меняются мнения. Концепции. Степь – это как море. Там нельзя провести границы. А степняки шлялись по этим пространствам. Это же особый кочевой мир. Ну да. Но с другой стороны, были другие степняки, которые не хотели, чтобы здесь шлялись эти степняки. А вот здесь… Одни народы вытеснялись, другие. Здесь решается все очень просто. Кто сильнее, тот и вытесняет. И это, особенно когда наблюдались жесткие климатические изменения, приводило к тому, что… Всем надо пастись в одном месте. Всем надо пастись. Поэтому здесь начинались войны и начиналось то, что мы называем переселение народов. Великое переселение народов – условные названия этнических перемещений в Европе в IV-VII веках, разрушивших Западную империю и затронувших ряд территорий Восточной Европы. Прологом Великого переселения народов было передвижение германских племен – готов, бургундов и вандалов в конце II-го – в начале III веков к Черному морю. Непосредственным толчком к Великому переселению народов было массовое передвижение гундов – 70-х годов IV века. В VI-VII веках на территорию Восточной Римской империи вторглись славянские и другие племена. Продвигаясь из Центральной Азии, скифы вытеснили кемерийцев, потом тех же скифов со временем выстеснили савраматы, савраматов сарматы и так далее. Постоянное такое движение. И вырезали, конечно. Да, единственное, что можно все-таки провести определенное ограничение, что тот же Геродот, который описывает вот эти все племена, которые, собственно, скифы, или он говорит, это племена со своим названием, но у них либо скифская одежда, скифский образ жизни, а главное – это язык. Вот когда мы все-таки говорим о скифах, мы должны понимать, что это не вообще любые кочевники, это ираноязычные кочевники. И ведь действительно этот ираноязычный мир был колоссальный. И поэтому на Западе все-таки ему уже ставили предел этому ираноязычному миру. Другие индоевропейские племена, скажем, севербалканского полуострова – это были фракоязычные племена. Это все-таки другой народ. Хотя была такая тенденция как-то их присоединить. Была такая модная вещь. Но сейчас их как раз очень сильно различают. Дальше там начинались другие, скажем, кельтские племена. Или где-то там, в районе вот этой границы на Восточной Европе, где-то там должны были находиться прославяне. Сам Геродот считал, что коренным населением были будины. То есть тоже ираноязычное племя. И он его описывает как люди с светло-голубыми глазами и рыжими волосами. Вот это для того, чтобы представлять, как они внешне выглядели. Все-таки, учитывая, что племена разные, наверное, там тоже окрас встречался не только рыжий. Да, но мы говорили о том, что вот разные. И самое главное, что у Геродота прослеживаются вот эти вот основные группы племен, которые Лариса перечислила. То есть и греки осознавали, что это все-таки разные племена. Вот такой вопрос, образ жизни. Есть некая описательная сторона внешне, вот быт и нравы, что называются. Ну, понятно, раз они кочевники, то структура питания, конечно, это животная пища. То есть это молоко, чаще всего кобылья, кстати, с киевы доили кобыл. И делали, между прочим, вот сквашивали, делали как сыр. И, естественно, это мясо. То есть быки, валы, лошади. Да, мелкий рогатый скот, свинины вообще не было, не держали свинины. Но, кстати говоря, это можно понять, ведь у большинства кочев. Не на ликвичевых животных. О, правильно. Вот если можно перегонять стадо таких нормальных животных, свинью не перегонишь. Пасти нельзя. Да, пасти нельзя. Поэтому она только у оседлых племен встречается. Поэтому, конечно же, это никакой не запрет, не религиозный, никакой. Просто это было нецелесообразно содержать такое. Ну, нереально, да. Да, нереально. А вот мясо готовили они интересно. То есть известно, что Скифия очень бедна лесом. Есть там один такой район, называется Гелея, который переводится как лесистый. Это где? Это ближе к западной части. Ближе к западной части. Кстати говоря, мы в прошлый раз, когда говорили о происхождении Скифа, так вот как раз Геракл пришел именно в Гелею. Для того, чтобы готовить на огне, все-таки топливо нужно. Что делали Скифы? То есть они варили мясо в котлах, очищали его от костей и кости использовали в качестве дров. Они прекрасно горели, причем горели долго. А если, допустим, они были в походных условиях или в каких-то экстремальных, и котлов не было, то они брали бычьи желудки, туда вот бросали мясо. Срезанное из костей. Да. Заливали водой, завязывали, точно так же на костях варили. Как говорит Геродот, бык варил сам себя. Вот. То есть, да, и прежде чем приступить к еде, обязательно Скиф перед собой бросал кусочек мяса. Это жертва животных, жертва богам была. Что касается еды, то в Монголии по сей день готовят точно так же. То есть, люди, которые ездили в Монголию буквально в прошлом году, были приглашены за стол, был забит баран, соответственно, из барана были удалены кости, все было сложно внутрь шкуры барана, и баран готовился в собственной шкуре, что называется. То есть, технология не претерпела за последние пару тысяч лет никаких особых изменений. Главное, посуду мыть не надо. Посуду мыть не надо, да. И все в дело, все в дом, все в дом. Когда Скифы брали людей в плен, то они, прежде всего, их ослепляли, ну, чтобы они не бегали. И главная их задача, ну, по крайней мере, для этих рабов, это то, что они постоянно доили вот этих самых, ну, там, он говорит, о кобылицах. И потом они вот взбивали это самое молоко. Там зрение не нужно. Да, зрение не нужно. Просто болтать это все. Вот. И то, что всплывало вверх, это считается у них, вот я не знаю, вот это масло, наверное, то, что получается. Масло, сливки, может быть, смотреть сколько. Или сливки. Сначала сливки, потом масло. Да. Вот. Они считали это лучшим и самым дорогим продуктом. А то, что оставалось внизу, это тоже они употребляли. Но геродуты отмечают, что это как раз считалось более... По всей видимости, еще и сквашивали молоко, потому что на длительных переходах можно было с собой брать это. Да, но мы знаем просто по другим народам, которые занимаются скотоводом. Даже по тем же грекам. При всех оседлости жизни у них скотоводство играло огромную роль. И были целые пастушьи территории, типа как Аркадий и пастухи. Находясь вот на этих выпасах, они сами приготовляли и сыр, так сказать, и сами же его ели, и массу других продуктов. Это та культура, которая при небольших возможностях, которые давала природа, они умели разнообразить свой быт, свою пищу и так далее. С другой стороны, поскольку мы говорили, и Лариса уже говорила, что в тех же владениях, скифах, находились и земледельцы, да мы знаем из опыта других кочевых народов, всегда происходит товарообмен. Обычно земледельцы получают от кочевников вот эту мясную продукцию, эту мясомолочную продукцию, и дают зерно. Это так естественно сложилось. Поэтому, ну, не знаю, в виде обмена или в виде той дани, которую они могли получать от зависимых земледельцев, скифы, естественно, знали вот эти мучные изделия. Плюс ко всему мы не должны забывать, что мы говорим о времени уже активных контактов с греками. Поэтому... А греки-то готовить умели. Во-первых, греки хорошо умели готовить. Во-вторых, по крайней мере, для времен Геродота, а я так думаю, и пораньше это произошло, скифы, к своему несчастью, познакомились с таким благом цивилизации. Вино, это тоже становится обычным видом их рациона. И поэтому, в принципе, ну, мы уже говорили в прошлый раз, и греки говорили, спить по-скифски, это то есть пить неразбавленное вино. То есть это нормальное, хотя, конечно, дорогостоящее вино, это только у скифской знати. Поэтому и в погребениях... У нас же ведь очень часто встречаются амфоры. Причем амфоры, судя по, так сказать, самим сосудам, по тем клеймам, которые там встречаются, это амфоры из известных центров. Это фасовское, это лесбовское, это хиосское вино. А это очень дорого стоило. Но обычные скифы, вероятно, пили что-то такое полегче. Кстати говоря, те же города Северного Причерноморья, ну, хотя бы тот же Херсонес, он на своей хоре, на своей земледельческой территории, вот там, где сейчас вокруг Севастополя какие-то бесплодные абсолютно районы... Брошенные. Вот я уже в моем время там начиналось активное дачное строительство. Но ведь это же все была плодороднейшая территория, мы же там копали. Вот, и они сами разводили вино. Конечно, вино было хуже. Конечно, чем, собственно говоря, греческое, крымское вино. Но зато оно было дешевле. Вино – это дар богов. А этот дар был дан Греции. Конечно же, греческое вино той эпохи было лучше в мире. Вплоть до того, как пойдут вина Италии, ну, отчасти вина Испании, могут соревноваться, но не превосходить греческое вино. Поэтому, благодаря греки, везде старались организовать свой образ жизни. Но природу не обманешь. Вот, поэтому получалось то, что получалось. Надо все-таки сделать еще там небольшую ремарочку по поводу того, что вот была такая слава у скифов, что они были пьяницами, уже об этом говорили. Вот, все-таки не совсем так. Более того, скифы, как мы говорили, не признавали греческого Диониса за то, что он делает людей безумными. Дело в том, что есть практическая сторона использования вина. Во-первых, это обеззараживание. Чем пить сырую воду. Ну да. Вот, можно пить вино или разбавленное вино. Ну, это начиная с античности и до средневековья Ренессанса включить. Во-вторых, ввиду отсутствия в то время вообще сахара, то есть глюкозы, это был источник. Северные народы обычно носили деревянную кружку на шее, на веревочке. Тоже такой обычай был у финнов, у шведов, чтобы не потерялся. Ну вот, тоже так носили на поясе. А чем они ели? Руками или ножом? Нож, конечно, использовали, но в основном-то, конечно, руками. Да, но вообще-то мы должны сказать, что скифы здесь мало отличались от тех же греков. Если мы когда-нибудь будем говорить уже о быте самих греков, то греки и мясо, и рыбу ели руками, вытирали пальцы кусочками хлеба. Потом, если это был такой хороший симпозиум, пирожка, то рабыни обносили гостей чашей с такой благовонной водой, где можно было эти... Пальчики сполоснуть. Да, сполоснуть. Так что это нормальная ложка, вилка. Геродот очень много говорит о быте, о нравах. И вот, в частности, он говорит о религии. Мы уже говорили в связи с этим подвигом Геракла, который вот прибыл на территорию скифи, здесь заночевал, попал в непогоду, в снег, завернулся в свою шкуру и заснул. А ночью коников увели. Потом, когда он наутро обошел всю скифию и пришел в геле, он там в пещере увидел вот эту вот даму наполовину, змею. И она ему сказала, что коней вернет после того, когда он с ней вступит в союз. И, в общем-то, он ради коней на это пошел, но богиня, это была местная богиня, она тянула время, тянула до тех пор, пока трое сыновей не родилось. И, как мы помним, все потом осталось с младшему сыну, скифу. Так вот, греки отождествили эту богиню с Ехидной. Это было очень легко, потому что у Гесиода есть такой образ. Прекрасная дева с блестящими большими глазами до пояса, а ниже пояс – это страшная змея, которая вот живет где-то там, тоже в пещере. Конечно, это была не Ехидна, у которой только один был хвост. А это была богиня Апи, богиня земли. У нее ноги были змееобразные. То есть у нее две ноги в виде хвостов, змеиных хвостов. Вот. И это… То есть хтонизм сразу, в общем-то, понятен. Но помимо этого, она имела отношение к воде, потому что по-ирански Апи – это вода. Но в Пантеоне она была не главным божеством, но тоже была женское божество Табити. Это богиня домашнего очага. То есть вот, когда Геродот описывает богов, он их как-то отождествляет с греческими, что понятно. То есть с гейстией. На самом деле функций там было больше, потому что это, видимо, было божество огня. Естественно, как огонь множественный, так и Табити тоже было много. В частности, например, богини домашнего очага царей, которыми клялись. То есть она еще была богиней клятвы. А ниже уже шли другие боги. Как бы Зевс, Папай. Ученые так и говорят, Папай – это значит отец. Был бог Гайтосир, которого Геродот отождествляет с Аполлоном, видимо, лучник. Афродита небесная Аргемпаса. И то, что мы уже говорили, там Таргитай – это Геракл. А царские скифы еще поклонялись богу почему-то Посейдону Фагемасаду. Хотя вообще сложно понять, как можно морскому божеству поклоняться. По всей видимости, Геродот вычленил вот эту главную, одну из главных функций Посейдона – конника. Потому что мы помним, что он лошадей сам разводил, любил их, сам оборачивался конем. И, между прочим, вот два знаменитых коня Греции, мифологических – Орион и Пегас – это его сыновья. Поэтому, скорее всего, поскольку это главное средство передвижения, причем это именно божество царских скифов, то есть кочевых. И понятно поэтому. Посейдон, конник. Культ коня. Да. Нужно просто еще понять, что Геродот четкую иерархию выстраивает. Все-таки главное божество – это Табити. Я просто хочу, мы потом еще раз вернемся. Это женское божество. Поскольку мы будем говорить о следах вот этого женского влияния, культы женских божеств. А это же очень древнейшие корни, у кочевника они задержались. Потом ниже Табити идет вот как раз пара, Папай и Апи, они супруги. А дальше располагаются вот эти четыре. Вот семерка без Посейдона, потому что здесь еще там Арес, вот о котором он не дает никакого соответствия, в данном случае он не знает этого названия. Но вот именно о почитании бога Ареса он больше всего рассказывает. Геродот, ну, подробно говорит, вот только о культе Ареса и о вот этой вот Аргемпасе, богине, по-гречески, богине любви и красоты. И в связи с этим он упоминает ее жрецов, Инареев. Да, весьма своеобразная. Очень своеобразная, да, прослойка. Дело в том, что эти жрецы, как пишет Геродот, они страдали женской болезнью, и за это их наказала именно Афродита. Вот мы потом будем говорить, что когда скифы выгоняли кемерийцев в Азию, они каким-то образом заблудились и попали в Мидию. Мидию-то они покорили, вот, и царствовали там 28 лет. Пока вот в воле и случае, опять же, из-за вина их там не вытеснили. Так вот, когда они уже возвращались, то есть они уже из Мидии собирались там идти дальше, там в Сирию. И они дошли, дошли до границы Египта. И собирались. И только царь Псаметих, как написал Геродот, большими дарами, уговорами, их типа отвратил от вторжения. Но на обратном пути именно из Египта и произошел вот этот неприятный случай в Сирии, это в городе Аскалония. Да. Там они разграбили храм, как пишет Геродот, местный Афродит и Урани. Ну, конечно, то есть небесный Афродит. На самом деле, это, конечно, Иштар Астарта. Вот. И, ну, как он пишет, только некоторые отсталые войны, потому что остальные-то прошли мимо. То есть, да, войско ушло, а вот некоторые задержались и вдруг решили не с того себе храм пограбить. Да. И вот за это их богиня наказала. Вот их и их потомков. Вот этой вот женской болезнью. А что это за болезнь? Вот разные есть мнения среди ученых. Астарта. Греческое номинование главной финикийской богини Аштарт. Астарта почиталась как богиня земного подородия, материнства и любви, а также как астральное божество. Ее почитание распространялось в Сирии, Палестине, Египте, Малой Азии, Кипре, Карфагене и в других местах. Для культа Астарта характерно наличие жриц, занимавшихся так называемой священной проституцией. Астарта изображалась в обычной виде обнаженной женщины, иногда с коровьими рогами на голове. Во-первых, нужно описать этих анариев. Они такими рождаются. То есть это не сразу проявляются. Во-первых, они слабые физически. Когда они вырастают, они такие рахловатые. Они не могут носить меч. Постепенно они все больше уподобляются женщинам, начинают уже потом даже носить женскую одежду. И живут только с женщинами, и, соответственно, только, как говорится, с ними общаются. Ну, как-то вот непонятно, то ли это гермафродиты, то ли это кастраты. То ли просто трансвеститы. Нет, но только... Кстати, давайте подчеркнем, что у анариев есть потомки. Да. То есть они... Это родовое наказание. То есть потомки эти... То есть они могут производить потомство от женщин. Ну, парадоксальная ситуация. Вроде бы они и наказаны, а с другой стороны они элитные. А это нормально. Это обычная вещь. В древнем обществе очень часто сакральная и проклятая в одном лице. Это, в общем-то, обычная вещь. Вот просто... Они пользовались очень большим почетом в скифском обществе, потому что они были гадателями. А гадателей было очень много. Скифы и анарии гадали с помощью пучков ивы. То есть они как-то вот развязывали, раскладывали вот эти вот... Но Геродус говорит о двух способах гадания в основном. Это вот либо с помощью палочек ивы вот они брали вот этот пучок и раскладывали, потом собирали, опять раскладывали. Говорили про рецепт. Или переплетали. Либо это была кора. А вот... Или вот это вот мочало было липовое. Да, вот типа мочало, да. Вот делили на три... Да, и каким-то образом переплетали. И что они там видели, я... Ну, да. Наматывали на палец, потом разматывали. Вот что-то такое. И говорят эти инореи, что этому их научила именно Афродита. Да, да. Вот. Дело в том, что в связи с инореями встает очень интересный вопрос о их связи с амазонками, о которых мы уже говорили. Ну, как мы уже помним, долгое время... Вообще, в основном, в ученом мире не признают реальность амазонок. И поэтому большинство ученых либо это представляет в таком гендерном свете. Ну, например, греческие мужчины выдумали миф об амазонках, чтобы держать в узде своих женщин, дабы те сидели с детьми в своих геникеях и не вылазили из дома даже за покупками. Либо понимали этот миф как метафору из вечной борьбы полов. Другие ученые, можно сказать, ковырялись в названии. Что такое амазонка? Ну, это очень малопродуктивный путь, потому что мы уже говорили с Андреем, что греки услышали так, транскрибировали эдак, а поняли уже совсем по-другому. А 400 найденных захоронений или около того женщин с оружием... А вот самое интересное, один из таких ученых, Уильям Кирал, еще в 80-х годах прошлого века писал, что это все миф, поскольку дословно до сих пор не найдено могилы ни одной вооруженной женщины. Это называется, как у Гулбакова, поздравляем вас, гражданин Саврамжи. Потому что нас, как мы помним, находили их еще в 18 веке. Ну, самое интересное, что были другие толкования, что на самом деле греки столкнулись здесь со скифами, которые были без борода и без усы, поскольку у них растительность не росла на лице, и их приняли за амазонок. То есть в данном случае они их путают с монголами. Второй момент, что якобы все-таки со скифами, но, наверное, с инореями, вот этими женоподобными, в женских одеждах. Ну, это вообще, можно сказать, смешно, потому что, ну, естественно, во все времена и повсюду, повсеместно время от времени рождаются люди с генетическими отклонениями, какими-то гормональными сбоями. Ну, сколько их должно родиться вот в какой-то вот обозримый период времени, чтобы из них собрать хотя бы часть войска. Тем более, что вот четко мы говорили о том, что инореи – это те, которые… Очень слабые физически, они не могли… Они не могли как бы… Ну, не приспособлены. И быть воителями, то есть их нельзя. Именно поэтому они с женщинами и жили просто вместе. Но самое интересное, что даже вот наши археологи, еще тоже в 80-х годах 20-го века, находя уж, вроде бы наши, находя на Украине курганы, где вот, ну, четко, помимо вот такого чисто мужского набора воина, там скелет лежал, там меч, лук и стрелы, проща, все есть. И вдруг находят такой вот растерку для краски, следы красной краски, красного порошка, то есть это явные румяна. Иногда даже бусы находят. Нет, чтобы вот признать, что это женское захоронение с оружием. Нет, вот начинают. Нет, это все-таки мужчина-воин, а бусы и вот эта вот красная краска – это, наверное, скифы и нареи. То есть все равно. И тогда, значит, вот другие ученые, ну, это уже западные, ну, когда, в общем-то, поняли, что несколько хромает эта идея, значит, пришли еще к одному очень смешному выводу. Нет, конечно, это не и нареи, поскольку они все-таки не могли воевать. Вот, но если понимать и нареев как гермафродитов, это скифы, но которые не родились, а стали такими. Каким образом? Они ссылались на трактат псевдо-гиппократа, который много вообще места уделил скифской проблематике. Главное о том, как влияет климат на вот физиологию данного народа. И вот он там договорился до того, что, значит, скифы, поскольку многое времени, практически с детства, пребывают верхом в конях, в этих своих кожаных аноксиридах, то они как бы вот с одной стороны подвергают механическому воздействию и разогреву своих гениталий, и в результате этого становятся бесплодными. Но как, правда, от этого сделать мостик, что они становились при этом гермафродитами, нареями, ну, это вот вопрос к ученым. История сия мутна есть, но при всем, при том, Энарии были привилегированы и касты. Это жреческая была каста, которая даже более того прорицала царям. Вот, поскольку вот когда царь заболевал, он приглашал лучших прорицателей. Трех лучших прорицателей. Трех лучших прорицателей. Чаще всего прорицатели говорили, кто-то из кифов ложно поклялся богинями царского очага. Указывали на конкретного человека, того приволакивали. Если он яростно отрицал свою вину, призывали еще одних прорицателей. Уже шесть человек. Вот, если они подтверждали вину, значит, несчастному отрубали голову, а имущество отдавали первым прорицателям. Если не подтверждали, приглашали все новых и новых, и в конце концов, все-таки если человек был оправдан, наказывали уже первых прорицателей. Очень жестокая кара была, значит, связанного человека. Запихивали в хворост, который был нагружен на телегу. Значит, хворост поджигали, пугали быков. Которые были запряжены в эту телегу. И вот они вот таким образом, бедные быки иногда сами при этом погибали, но если только не обгорало дышло, тогда быки хотя бы с ожогами освобождались. И это при том дефиците дерева, которое было необходимо для приготовления еды. Но ведь это же, ну, это цари. Для царей-то тоже как-то это... Это да, это был нормальный хворост, они его собирали. И все-таки этот акт... А сыновей потом тоже убивали, чтобы вот таких лжепророков больше не рождалось. Да, ну, кстати говоря, действительно... И девочек не трогали. Да, вот это было как бы, с одной стороны, это редкий случай мести роду. Вот действительно сыновей убивали, а девочки оставались. То есть, кстати говоря, это еще раз подтверждение тому, что инореи не были, ну, неспособными где-то производству. Просто были такие особенности. Ну, раз уж мы говорили об инореях, просто еще одна версия, которая существует в связи с этой очень необычной группой населения, есть еще версия о том, что, поскольку мы уже говорили, что верховным все-таки божеством у скифов было женское божество, это очень интересно. Общество-то патриархальное, но табити – это все-таки божество женское. Поэтому, ну, есть разные суждения, откуда выводить корни этого божества, чуть ли там не из Читалгуёка, Хаджилара, это там седьмое тысячелетие будет, вообще очень древние времена. Но у скифов это явно задержалось, поэтому. И это опять-таки нас связывает с амазонками. Амазонки – служительницы этой самой богини. Поэтому вот говорили о том, что амазонки, вот эти вооруженные, как бы охранницы этой богини, они как бы задержали именно благодаря ей вот свою возможность быть вооруженными и так далее. У скифов, хотя богиня осталась верховной женской, но общество патриархальное, поэтому инореи, как служители этой богини, должны были переодеваться в женскую одежду. То есть это не столько результат вот какого-то их плачевного физического состояния, сколько необходимая культовая практика. Мы служим женскому божеству. Мы уподобляемся тем женским служительницам, которых у нас уже нет. Мы в женской одежде. Мы как бы воспроизводим. Но уже мужчины. И поэтому там даже говорят о том, что они должны были женским голосом там каким-то говорить. Угрожать походки женщин. Походка какая-то. То есть имитация. Вот это интересно с точки зрения вот сохранения вот этой ментальности. Ситуация изменилась, но в религиозной сфере не может все так быстро измениться. Мы должны как-то приспособиться. Энарея кочевали вместе с царством? То есть все по-взрослому. В женском платье, на лошадь, вперед. В женском платье в кибетках. Да. Женщины в кибетках. Мы же должны вспомнить, ведь когда Геродоте говорит, мы потом будем еще раз возвращаться, в чем сила-то с кифов стоит, что они все время кочуют. Они... У них дом на колесах. Не нужно думать, что у нас все на лошадях. Вообще-то все нормальные, большая часть общества, женщины, дети, старики, они же не на лошади, они вот в этой самой... Кибетке. Кибетка разделялась на три части внутренние, как бы три комнатки было. Вот, ну, вот, опять же, обына... Какого же она была размера, если на три комнатки? Нет, ну, во-первых... Большая-то телевка была. Или на три чуланчика. Нет, большая. Нет, ну, во-первых, надо четко себе представлять, что размер-то были не очень большими. И вообще у бочевых народов они как-то странно умеют устраивать свой быт очень компактно до сих пор. Вот поэтому, когда мы говорим, что там было три отсека, конечно, это не столько комнат, сколько три отсека для тех людей, которые там живут. Три шкафа. Другое дело, что они не испытывают неудобства. Это нормальный образ их жизни. А самое главное... Современные люди больше всего в помещении проводят, а они больше всего времени на воздухе. Да, и, кстати говоря, вот такой способ жизни позволяет не накапливать много лишних вещей. Вот кочевой образ жизни приучает создавать... К минимализму. Да, создавать тот минимально необходимый набор вещей, которые действительно нужны для жизни. Так что в этом есть своя прелесть. Вот просто добавлю, что есть еще точка зрения, что инории выполняли функции шаманов. А, ну да, да. Шаманили. А вот известность из истории шаманизма только тогда духи могут, так сказать, позвать человека, если он изменится во всем, в том числе и изменит пол. Поэтому очень многие шаманы, которых мы знаем, так сказать, на территории нашей страны, они действительно тоже одевались в женскую одежду. Ну, я думаю, можем плавно перейти все-таки к военному делу, потому что любимое занятие скифов, как известно было, это помимо выпивания повоевать. Герадул, перечисляя различные скифские божества, по сути дела подробно рассказывает только об одном божестве, которое, кстати говоря, он не называет скифским именем. Он говорит о том, что у них есть некое божество Арес, причем сами-то греки Арес это не очень почитали, это было достаточно редко, поскольку в военной функции всегда у греков выступала прежде всего Афина, как выплатив. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что он не только по как бы половой принадлежности сопоставляет вот местное божество Арес, но, судя по всему, это было божество вот этой самой войны, как ярости, как убийства, то есть такие некие функции, ну, явно не связанные с благоразумием. Арес в древнегреческой мифологии грозный бог войны, несущий гибель и разрушение, сын Зевса и Геры, возлюбленной богине Афродиты. Сам Зевс настолько ненавидел Ареса, что говорил, что не будь тот его сыном, он отправил бы его в Тартар. Арес участвовал в Троянской войне на стороне Троянцев и был побежден Афиной. Арес изображался могучим воином в шлеме, вооруженный щитом, копьем и коротким мечом. Так вот, он говорит, что у скифов нет храмов, значит, у них нет особых мест почитания. В принципе, когда вот он описывает обряд принесения в жертву животного любому богу, он там описывает, как животное там связывают, накидывают петлю, душат и при этом произносят имя того бога, которому эту жертву приносят. Вот. Это можно делать в любом месте. Ну, потом, соответственно, шкуру сдирают, а мясо, как уже Лариса рассказывала, варят. И это, как у всех приличных народов, это совместная трапеза с богами. Животное, посвященное богу, поедают люди. И только лишь у Ареса, говорит он, есть место поклонения. Ну, я сейчас уже не помню, сколько он конкретно упоминает, но он говорит, что в определенном месте скифы каждый год привозят огромное количество связок хвороста. И вот эта самая... Зрамбовывают это все. Да, платформа, сделанная из этого хвороста, она возвышается очень высоко. С трех сторон она имеет как бы такие обрывистые края, и только с одной стороны там сделан как бы помост, по которому можно туда подниматься. Вот. И на самое вершение воткнут в эту самую кучу окинак, то есть меч. И жертвоприношение оно заключается в следующем, что в принципе, оресу могут приносить и животных в жертву, но обычно, когда скифы воюют с кем-то, то в знак благодарности за одержанную победу, то есть это не связано с каким-то определенным ритуалом, ну, в смысле, с определенным временем года. Победа может быть одержана в любое время. Вот одного человека и сотни из охваченных вот здесь вот врагов его приносят в жертву Ореса. Обычно жертвоприношение совершается у подножья этого самого холма рукотворного. Причем человеку значит обрубают ну, он пишет плечом. Сначала кровь вымирает. Да, сначала значит, ему перерезают горло и над чашей. Да, та кровь, которая стекает у него оттуда, они набирают в чашу, поднимаются на этот своеобразный алтарь и этой кровью обогряют вот этот самый кинак. Ну, а потом обрубают вот это самое плечо, то есть не просто рука, судя по всему, с плечом. И затем эту руку подбрасывают в воздух, подбрасывают в воздух и не глядя, куда она упала, оставляют и тело, и вот эту руку на месте. Причем, если будет много пленных, то, соответственно, это... Почему он дальше не пишет, что там происходит с этой самой жертвы? А зачем руку-то подбрасывают? Правая рука, которая держала меч, она отрублена. Здесь имеется в виду, что, поскольку Арес даровал победу скифам, он тем самым лишил врага способности сражаться, поэтому ему отдают правую руку. Война для скифов есть дело обычное. Судя по всему, в основном они воевали со своими соседями, иногда они воевали, естественно, с греками. В отличие от фракийцев, тоже очень многочисленное племя, которое вплоть до V века греков все время скидывали в Игийское море, и грекам очень тяжело там было. Иногда вырезали тысячами поселенцев скифа, повторяю, очень быстро, осознали взаимовыгодность этих контактов. Но они либо получали с тех же колоний постоянную дань, поскольку греки торговали с внутренними территориями, просто в результате торговли, либо, как, скажем, в Ольве они установили уже полный такой контроль, и вот эта дань стала уже более регулярной. Но это другой вопрос. Судя по всему, все-таки городок имеет в виду те стычки, которые происходили в этом Кочевом море, поскольку, хотя мы и говорим, скифы, царские скифы, это же не государство в полном смысле слова, там нет границ, там даже то, что мы называем подчиненные скифом племена, сегодня они подчиненные, завтра они не подчиненные. Ну, это скорее вот федерация племен, и такое управление не по вертикали, а по горизонтали шло. Вот, поскольку это общество скорее управляющееся по понятиям, чем на основании. Ну, царский скиф, сакральный, да, да, ну, во-первых, здесь сакральный характер, во-вторых, это реальное соотношение сил, а потом всякие вредные племена пытались периодически как-то стать от ними, поэтому война, повторяю, это нормальное явление, поэтому скиф есть воин, вот особенно царский скиф, это основное его занятие, он ничем не занимается, рабы пасут эти самые стада, а главное занятие скифа, начиная с детства, они всегда упражняются, прежде всего, конечно, в стрельбе из лука, поскольку лук главное оружие скифа, хотя, вот мы опять возвращаемся к тому же вопросу, когда разбирались с амазонками, амазонки конницы или там пехотинцы, для скифов у нас есть нормальное упоминание, что есть и скифская конница, и скифская пехота, хотя, повторяю, нормальный образ скифа, это все-таки, конечно, приличный скиф, он, конечно, будет сражаться. Ну, а потом, пеший кочевник, это почти нос. А знаете, как ни странно, вот если мы когда-нибудь дойдем до похода Дария, вот скифы великолепно справлялись с персидской конницей, но как только они наталкивались на персидскую пехоту, они отступали. Вот как ни странно, в древности, в древности пехота, она, в принципе, была хорошим видом войска, даже персидская, я не говорю о греческой пехоте, которая вообще была суперпехотой. Дарий I, персидский царь из династии Ахименидов, подавил восстание в Вавилонии, Мидии, Моргиане, Эламе, Египте и Парфии. Около 580 года завоевал северо-западную часть Индии. В 512-м, по сообщению древнегреческого историка Геродота, совершил неудачный поход против скифов при Черноморье. При Дарии I начались греко-персидские войны. При Дарии I развернулось и значительное строительство храмов. Были построены сооружения в Мемфисе и дворцы в Сузах. Так вот, поэтому, когда Геродот описывает вот эти бойнские обычаи скифов, ну, естественно, он передает то, что ему рассказывали. Я не уверен, что, как считают некоторые исследователи, что он сам уж поднимался там по Днепру, куда-то очень далеко. Я думаю, что он спокойно информацию собрал в Ольве. Вот. Так вот, значит, первое, что он пишет, что каждый скиф должен выпить кровь первого убитого им врага. Это первое. Это не значит, что всю выпить, про частицы? Да. Сколько влезет. И только первый раз. Только первый раз. Потом это неважно. Вот. И второе, что он говорит, то, что во время сражений каждый скиф должен отрубить голову врага, принести эту самую голову царю, и это является как бы условием получения им доли добычи. То есть, это такая статистика. Он отчитывался головами. Да. Сколько сдаст, столько он от добычи получит. Да. Причем я хотел бы, чтобы мы поняли, что это не только действие какого-то отсталого такого дикого племени древние египтяне вплоть до очень последнего времени. Это уже самое. Да. Да и древние евреи. Там вот у египтян это вот эпохи вторжения народов в море, извиняюсь, это вторая половина второго тысячелетия. Они у этих разбитых народов в море отрезали кисти рук либо другие части тела. Значит... Учет и контроль. Да. Да, да, да. И почему, понимаете ли, это даже в надписях у нас всегда сохраняется. Вот недаром, когда говорят там столько-то голов убитых врагов. Ну, потом-то это стало иносказанием. Первоначально-то вот на той же самой палетке Нормера, которая там вот с чего начинает история Египта, там нормально отрезанные головы. К сожалению, человек, он странный какой-то. Ну, есть и ассирийские изображения в рельефах, где просто специальные песцы подсчитывают отрезанные головы и записывают. Да, но ассирийцы это особое... Да, тоже военные. Это даже не столько подсчет, это было именно формой поведения по отношению к врагу. Кстати говоря, вот встречается очень интересная обычая, которую пишет Геродот, потому что мы обычно об этом обычаи узнаем из Фенимора Купера и так далее. То есть вот система скальпов. Головы, ну, мы можем потом еще говорить. Мы, кстати, говорили в связи с амазонками, что их там могли привешивать к лошадям и так далее. Это просто неудобно. Во-первых, тяжело к лошадям, много голов не поднимется. Да, ну, во-вторых, это не очень, так сказать, болтается шарик. Потому что она ее вообще и портится вообще-то со временем. Вот, хотя есть эти изображения, связанные со скифами. Так вот, главное, то, что мы должны получать от врага, это скальп. Поэтому Геродот вполне нормально описывает, что скифы делают надрез на черепе. Кракушей. Точно так же, как у Фенимора Купера. Да, ну, все, как он делает. Все там, значит, делают полностью надрез, берутся за волосы и, значит, дергивают. И вытряхивают. И вот уже эти самые скальпы, они уже являются более ценным таким продуктом. Показателем облести. Да, вот из него он пишет. Иногда они могут утиральники какие-то делать. Ну, конечно, если они едят мясо жирное, чем-то руки надо вытирать. Вообще-то это не очень гигиенично, с моей точки зрения. Вот, ну, вытирали такими полотенцами. Вот, либо же привешивают к лошади и так далее. Хвастаются. Да. Ну, и дальше есть совсем неприятный эпизод. Ну, два неприятных эпизода. Хотя, опять-таки, он хорошо известен из русской истории. Он говорит, что из черепов своих врагов, либо врагов-иноплеменников, а иногда даже там он... Родственников. Да, вот, родственников, с которыми имел тяжбу. А царь признал их неправедными. Вот, они делали чаши. То есть он пишет, что они надпиливали череп выше бровей. Ну, то есть мы должны четко понимать, что нам нужна та часть черепа, которая полукруглая. Вот, им говорят, что бедные скифы они просто обтягивали... Сыромятной валой и кожей. Да, кожей вот эту самую чашу. Ну, а если скиф был побогаче, то внутреннюю часть этого сосуда он отделывал золотом, и вот эти чаши там как бы хранились, и во время там всяких... Как жестких шест... Да, показывали, и гордились вот черепом повреженного врага. Да, то есть когда приходили уважаемые гости, вот эти чаши выставлялись, и хозяин говорил, вот этого врага я там тогда убил. Да, да, да. То есть каждая чаша была индивидуальной. А вот это вот мой родич, который себя не так повел. То есть в качестве чаши использовалась верхняя часть черепа, а есть глазницы. Нет, нет, а вы туда не нальете, извиняюсь, поэтому это нормально. Ну и еще один неприятный эпизод, о котором упоминает Геродот в связи с этим... Это использование кожи человека. К сожалению, он пишет о том, что иногда, правда, иногда скифы сдирали кожу с убитого врага и либо делали какие-то поделки. Лощи делали, чепраки на лошадь накидывали. Либо же просто там растягивали, он говорит, так сказать, вывешивали на этих повестках. Почему здесь очень странная фраза. Человеческая кожа очень... Она самая толстая, самая прочная, самая белая и блестит. Такое ощущение, что, извиняюсь... Я сам и сам видел Геродот. Вот эти поделки. Геродот. Самое интересное, например, вот скифы, они же вообще такие рукодельные были люди, они использовали, например, кожу, снятую, так сказать, чулком с правой руки вместе с ногтями и украшали горит свою. То есть вот... То есть где-то у нас лук, вот стрелы на где-то мы лежали. Я думаю, есть смысл еще поговорить непосредственно о вооружении, структуре войска, как это все работало. То есть был окинак, маленький обоюдоострый меч. Был лук, естественно, тоже небольшой. Лук был деревянный или из рогов? Вот здесь вот есть понятие скифский лук. Это особый лук. То есть это сложный лук. То есть он двухсоставной. То есть у него вот как бы концы вот изгибаются, а посередине вот такое... Такая выемка получается. Выемка или вот такое пространство, для руки. И поэтому само понятие скифский лук, оно у греков было очень четкое. Вот, скажем, у других народов это может быть просто вот такой вот длинный лук. А когда, по-моему, Геродот или Страблон вот говорит о Черном море, он как раз и говорит, что северное побережье напоминает скифский лук. То есть вот эти вот окраины западные и восточные, они как бы изгибаются, как этот лук, вот там побережье Румынии, Болгарии, так далее, с одной стороны, с другой стороны побережье, предкавказье, а Крым как бы вот является вот... Ручкой. Ручкой. То есть они очень хорошо себя представляли именно скифский лук, и поэтому и на своих собственных вазописи, так сказать, изображали, и тем более в тех предметах, которые они изготавливали для скифов. Вот этот скифский лук, конечно, прекрасно изображен, он соответствует тому, что было. Вот. И, конечно, лук был главным. Конечно, вот мы говорили о кинах, да, такой вот, ну, не то что короткий, но не длинный этот лук. Ну, сантиметров приелых сорока, наверное. Были, сам клинок сорок два, пятьдесят два, хотя очень редко находили с клинками больше шестидесяти сантиметров, и даже клинок тридцать три. Ну, по всей видимости, это просто индивидуальное качество самого заказчика. Да. В целом это короткий лук, короткий, конечно, меч. И вот мы говорили... Извините, но здесь возникает вопрос. Всадник с коротким мечом. Это неэффективно. Нет, дело как раз наоборот. Это для ближнего боя. Вообще, между прочим, археологи ставили вопрос, а где же тогда граница, где разница между кинжалом и коротким мечом? Ну, вроде как договорились, что до тридцати сантиметров клинок – это кинжал, а свыше тридцати – это короткий меч. Один из критериев какой? Чтобы всадник, наклонившись с коня, мог достать мечом до земли. Лошадки-то были низкорослые маленькие. Скифы, в принципе, по крайней мере, в пятом веке знают уже вот этот чешуйчатый доспех из этих. Они редко использовали греческую кирасу, хотя греческие шлемы, особенно, ну, правда, коринский шлем почему у нас кифов иногда встречается, все-таки, который, кстати, у греков уже не употреблялся, это уже некий художественный образ, потому что они использовали в том числе и греческие шлемы, хотя могли и свои собственные всякие шапки эти использовать. Вот. Дело все в том, что, опять-таки, мы же говорили, по крайней мере, по источникам у нас есть и конница, и пехота. Конница всегда – это конница стреляющая. Поэтому мы обрушиваем шквал этих самых стрел. И, в принципе, конники-то редко вступали в единоборство из пехоты и между собой. Но скифы-пехотинцы – вот зачем нам окинак? Вот зачем нам топорик? Ну, здесь это понятно. Да, конечно. И вот есть, и мы потом, может быть, будем говорить об этом патроне, есть один из шедевров мирового искусства. Это замечательный гребень из Кургана-Солохи. Пехотинец, вот тот, который сражается против других, он стал пехотинцем, потому что лошадь его пала. Поэтому он вступает в бой, потому что он оказался без лошади. Бой все-таки решался не столько вот таким контактным боем, сколько вот способностью либо принудить врага к бегству, и тогда его можно брать и бить в спину. Либо же уничтожением вот этих самых врагов. Поэтому и грекам-то было очень сложно с ними сражаться, потому что, повторяя, они привыкли-то к контактному бою, а скифы были неуловимы. На этой оптимистической и жизнеутверждающей ноте мы завершаем нашу сегодняшнюю программу о скифах. Я благодарю вас. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин